На них работали, выезжали на охоту, отправлялись в дальние путешествия. В усадьбе Ясная Поляна во времена Толстого они были единственным видом транспорта и предназначались для сельскохозяйственных работ. Сейчас лошади в усадьбе используются только для экскурсионных прогулок и для поддержания особой атмосферы. Здесь лошади вообще особое значение имеют. Как известно, Толстой был большой любитель и знаток лошадей. Он, как все в те времена, маленький, выучился ездить верхом, но привычки не оставлял до конца своих дней. Сейчас у нас их 18 и вполне достаточно для небольших конно-спортивной группы на уровне тренинга лошадей. Дети занимаются у нас в пони-клубе. У каждого из 18 обитателей Яснополянской конюшни свой характер. Тут есть частюли и те, кто с радостью ныряет в грязь после проливного дождя. Впрочем, и судьба у местных лошадей до попадания в заповедник складывалась по-разному. Есть и совершенно особенные истории. Лошади в Ясной Поляне были всегда. Одних специально закупают, другие родились здесь. Кентавр, а по-домашнему просто Кеша, нашел Ясную Поляну сам. По предположению сотрудников, он сбежал со скотобойни. Это произошло в далеком 1997 году. Конь сам пришел в заповедник, где прожил долгую жизнь. Он и не раз выигрывал скачки, был звездой у туристов. Он и сейчас своим преклонным для лошади возрасте находится в отличной форме. Смотрители музея рассказывают, во времена Толстого двор одними лошадьми, конечно, не ограничивался. Были и козы, и коровы, и куры. Лошади сейчас не единственные обитатели Ясной Поляны. На территории существует три клана кошек, которые в течение нескольких лет подбрасывали в заповедник. В отличие от Петербургского Эрмитажа, где они официально наняты на службу для истребления грузунов, кошки Ясной Поляны служат украшением знаменитого места. Посетители подкармливают их и иногда забирают домой. Анна Молодцова, Светлана Муликина, Новости Тули.